Музыкальный театр И поминальная молитва или скрипач на крыше по пьесе Григория Горина В этом году на фестивале «Золотая маска» этот спектакль был выдвинут сразу в четырех номинациях А осенью он был успешно представлен коллективом театра в рамках гастрольного турне по Испании В Испании достаточно интересующихся людей, которые знают, что такое скрипач на крыше Знают, что такое мюзикл Джерри Бока и так далее И хотя они увидели совершенно другой спектакль Но мы же все-таки сохранили четыре основных шлягера Джерри Бока А во всем остальном наш спектакль совершенно не похож ни на какой бродвейский Ничего там, все у нас свое, и декорации, и костюмы, и драматургическая основа, и музыка Потому что за исключением этих четырех арий Все это еврейско-национальная музыка И даже я, грешный, сподобился и написал туда тоже одну из сцен Отъезд перчика И все говорят, замечательная музыка у Джерри Бока Гастрольный график был более чем напряженным Каждый день у нас был новый город и эти переезды Причем график был так составлен хаотично Вначале мы на юге, потом на севере, потом опять на юг, опять на север Переезды по пять, по шесть часов За 40 дней актеры побывали в 21 городе, где сыграли 24 спектакля Один раз у нас была супер-мега-здоровая площадка По-моему, две тысячи мест или что-то такое В городе Памплона Большой зал, самый большой зал, там чуть ли не в Европе И мы его осилили, взяли, наполнили зрителями до отказа Был аншлаг Спектакль, поставленный режиссером Владимиром Назаровым и Николаем Попковым С участием молодых и талантливых актеров завоевал сердца испанских зрителей После каждого спектакля испанцы нас очень долго не хотели отпускать со сцены просто Стояли, аплодировали, кричали «Браво! Бис!» еще И занавес после окончания спектакля закрывался только через 10 минут Сказать, что гастроли прошли успешно, это сказать ничего Действительно, это был фурор Мы были просто счастливыми до чертиков Мы уставшие были, но были счастливые Сегодня коллектив театра работает над новым музыкальным спектаклем «Лесная песня» По мотивам одноименной пьесы Леси Украинки Как и во всех своих предыдущих работах Композитор и режиссер-постановщик Владимир Назаров Отказался от банального пересказа сюжета И прибегнул к совершенно неожиданным театральным метафорам Это поэма о сегодняшнем дне О духовности, об отношении к окружающему миру Об окружении к тому миру, который мы не знаем К духам, к лесным жителям и так далее И те, кого мы не знаем и не понимаем, но усиленно и сразу же начинаем губить Лесная песня – это красивая история о языческих Ромео и Джульетте Один из главных мотивов в этом спектакле – это тема пожертвования Тема жертвенности Тема жертвенности Лукаша, который полюбил лесную мавку То есть от духа лесного и от вербы И она полюбила тоже его Он пошел в царство мертвых, чтобы выручить ее оттуда Зная, что если ему это не удастся, то он погибнет Так и случилось А мавка отказывается от бессмертия, чтобы стать человеком Чтобы у нее появилась душа И чтобы она умерла, и душа соединилась с душой Лукаша В спектакле очень тесно переплетено звучание слова, музыки и действия Как птица из души наружу рвется Как счастлив я! Или это все во сне? Субтитры создавал DimaTorzok Как же сладко ты цыуешь? До смерти бы тебя зацеловал Как жаль, что так погибнет не смогли Бессмертная, как же Будет сказать, что зацелуешь насмерть Так прекрасно, как умереть Тебе только повстречало ужасно про смерть не уговорить Это кричи Кричи, не люби свою Люблю тебя Еще Люблю Люблю Я сгодалку Будет, спорю А вот нахоя Или нет Узнаете Вы Божьи Серок Из ваших Утреных Иерцет И Я Кранкуле Пожелаю Завтра В моем Большом Путин Новый Молодост Веряю Пробор Съехать Юль Вы Глубинка Вы Забыли Дворей Спаса Поросы Сценография костюма в спектакле – это результат фантазии Георгия Юнгвальда Хилькевича, хорошо известного зрителям режиссера фильмов «Узник замка Ив», «Ах, Водевиль, Водевиль» и особенно «Д'Артаньян и три мушкетера». Надо было иметь мужество, чтобы на такого автора, как «Леся Украинка» – это лесная песня, пригласить художника с такими идеями, как я. Ну вот Назаров сказал, что меня устраивает этот сумасшедший дом, потому что это то, что надо. Сложность задачи, признается Георгий Емельевич, заключалась в том, что необходимо было из частной истории сказки выйти в огромное обобщение, которое свойственно музыкальному спектаклю. Чтобы это было не просто село, чтобы это было человечество со своими проблемами, чтобы это был мир зеленый, мир, вот этот тайный мир природы, который мы до конца не познали, но уже почти уничтожили. Необычная мистическая сценография потребовала от всего коллектива театра сложных инженерных решений. Когда прокладывали газовую нитку в Турцию, говорили, что там было открыто много новых инженерных решений. Мы газовую нитку не прокладывали, мы прокладывали какой-то нерв от живого к так называемому неживому, которое для нас живое. И на этом пути тоже приходилось решать массу настоящих инженерных проблем. Например, таких, как создание огромного зеленого шара, олицетворяющего собой мир природы и мир человека одновременно, или удивительно красивых аквариумов, наполненных настоящей водой. Спектакль «Лесная песня» – это философская сказка, написанная для взрослых. ПЕСНЯ 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 Да вечный сон, но быть с тобою вместе ты зачем-то судьбой, лишь ты, я и ты, лишь я и ты, лишь быть с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Предпремьерный показ спектакля «Лесная песня» состоится 9 и 10 декабря, а сама премьера назначена на февраль нового 2006 года. Татьяна Лаврентьева, Александр Макаров. Специально для программы Репортер ТВ. Продолжение следует...